Привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня 8 число, и у меня сегодня день рождения. Я родилась 08.08.08.85 года в 8 утра. Да, что вам сказать, что вам сказать. А как я отмечала свой день? С рабочими, которые делают кухню. Да, сегодня я никого не зову, потому что сегодня они допоздна будут делать кухню. И дай удачи, чтобы все успели сегодня сделать. Утром проснулись, позавтракали, пьем кофе, собираюсь за продуктами. День рождения перенесла на воскресенье, то бишь на завтра, на 9 число. Позову всех родственников, а на 10 позову подруг. Мама со мной сказала, что-нибудь приготовит горяченькое такое для родственников, для подруг. Может быть, закажу там роллы, сделаю более холодный такой стол, потому что тут будут дети, и тут как бы не до заморочек. А, детям, да, детям что-нибудь, ну, дети маленькие. В общем, сегодня, в тот самый день, я буду просто раскладывать вещи, съезжу в магазин. В общем, ничего особенного сегодня не делаю. Все начнется завтра. Сейчас позвонил мне курьер, это моя Люси. Унитаз сзади. Моя Люси, короче, прислала что-то с Москвы. Поздравления, ждем курьера, поднимается. Курьер уже на подходе. Здравствуйте. Ой, спасибо. Заходите. Здравствуйте. Красота какая. Ого. Ой, спасибо. Сука, шарик. Соседи. Ух ты, ух ты, ух ты. Класс, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Спасибо, моя девочка. Такие они красивые, шарики и цветочки. Классно, классно. Вот уже праздник, чувствую, начался. Вот какие шарики. Покажи там Микки Маус еще. Обожаю. А, вот, смотри, она такая штучка. Опа. И все, они так выглядят. Я буду сегодня снимать видео на фоне шариков. Класс. Спасибо, дорога. Тут еще открыточка у нас. С днем рождения, дорогая наша Селена, от Маркуса и Любови. Спасибо вам, мои зайчики. Девочки, у меня сегодня день рождения. Все бы ничего, если бы сейчас не омрачил. Просто я уже на самом деле сдерживаюсь. У меня исчезло кошко. Вообще не думала, что я сейчас буду плакать. Я просто не верю. Правда, я не верю, что она могла вот исчезнуть, и она не вернется. Или я не знаю, или что. Она никуда не могла деться. У нас все закрыто. У нас нет нигде какого-то пролета, чтобы она могла там выбежать и ускакать куда-то. Вообще всегда, когда она выходит из квартиры, она любит, любопытная она у меня. Она, бывает, выскакивает. Но сейчас вообще столько в доме человек было. Мы с мамой все смотрим. Мы не видели, чтобы она куда-то выскакивала. Двери нараспашку не открыты. Буквально прошло 10-15 минут, мы начали ее искать. Потому что раз-раз что-то не можем найти. Я уже все обыскала, весь дом вообще. Она уже поздавила. Это ужас какой-то. Я не верю просто. Я обошла все. С первого пешком. С первого и за шанс до 24-го. Я просто вся мокрая была. Искала ее. И по лестнице, и в каждую, в каждую сходила. Даже куда она могла бы и не зайти, понимаете? Везде искала. В каждую дырку заглядывала. Всех соседей вокруг обошла. Показываю фотографию. Говорю, никто не увидел кошечку. Никто не видел. Она нигде не мяукает. Она вообще у меня мяукает, если она где-то находится. Просто я уже сдерживалась. Сдерживалась. У нее прям ком такой. Знаете? Я не верю. Мне кажется, она дома. Просто обычно даже, когда еду ешь или стишь, она уже прибежит. Даже если она не голодная. Мы каждый уголок уже проискали. Мы в доме. Я в доме. Вокруг дома обошла. Я охране все сказала. У нас две охраны. Я там и там сказала. Говорю, вот если вдруг вы увидели всех-всех соседей. Кто спускается, поднимается. Всех вокруг прохожих. Сама все обошла вокруг. Нигде нет ее. Она нигде не мяукает. Я вообще не понимаю. Вот реально мы с мамой переглядываемся, как полтергейст. Она буквально мяукала, вот недавно, да, вот мы ее видели. Все. И после этого, наверное, только рабочие выходили покурить. Но они бы увидели, что кошка вышла там и так далее. Мы дома все время были. И просто я собралась, вышла, мусор с собой взяла. Я бы тоже увидела, если бы она за мной куда-то пошла. Мама меня провожала. Я просто выхожу буквально, отъезжаю. 10-7 минут. И мама говорит, мы кошку найти не можем. Я возвращаюсь, бросаю все дела. И начинаю бегать по подъезду. И мы не нашли ее. Уже час прошел. Ничего, ни слуха, ни духа никакого. И нигде никто не мяукает. Я поехала делать дела. И мне нужно докупить для кухни все. Это вообще ужас. Мне этот день рождения надолго запомнится. В любом случае. Но честно, я не верю, что она пропала. Она не может. Я не верю, я не чувствую этого. Я веду, мне кажется, что она где-то дома. Хотя это вообще на нее не похоже. Что она, может быть, где-то спряталась. Уснула так крепко-крепко, что нас не слышит. Хотя это похоже на фантастику. В общем, я поеду сейчас расклеивать, чтобы расклеить объявления, фотографии. Там ее все же по каждому этажу. Все, все, все. Мне просто кажется, либо она дома где-то крепко спит, либо как так можно. Я не знаю, что она вышла буквально там пять минут. И ее сразу кто-то забрал. А так, чтобы спросить. Написать в общий чат. Я же в общий чат написала тоже. Не может же просто вот так вот взять человека, о, кошечка какая, и забрать ее себе. И уехать сразу. Уехать куда-то. В общем, короче, у меня омрачено. Просто мой праздник, он омрачен. Это ужасно, это ужасно. Я не хочу в это верить. Я пока что вообще, вообще не теряю надежды. Я просто не хочу верить, и я ее найду. Все, она найдется, и самым смешным образом. Я ее поругаю, поцелую, и все будет хорошо. Буду держать вас в курсе. Девочки, вы представляете? Мама звонит, сейчас мне говорит, Мила нашлась. Блин, я говорю, где эта сука была? Она говорит, она где-то вылезла откуда-то. Ну, то есть, дома была, вы представляете? Моя десять тысяч раз уже, и под кроватью, в каждом угле, блин, углу. Я не знаю, где она была, я не слышала, как я ее зову, как я все обхожу. Я все... Я счастлива, конечно. Я просто сейчас езжу, делаю, делаю, я сейчас приду домой и надою, блин. Бог мой. Этот день запомню просто вообще, и счастье, и радость. Боже, вот это вот подарок. Это вообще все подарки перебил, просто набрать. Просто миле стоит пропасть и появиться, да? Фу, у меня прям гора сплесня. Я просто настолько сейчас в таком пребывала состоянии. Я уже, знаете, все внутри, перед глазами, но у меня просто чувства не было внутри. Я не верю. Вот не верила, и все. И правда, она, ну, нигде не могла, если она выбежала, она бы кричала, еще что-то. Это, я же говорю, у нас нет проходного. Она не могла просто куда-то вскочить. Да как вот, кто-то открывает лифт, она туда забегает, что ли, да? И что, и все молчат, и как бы очень странно было бы, да? И если бы она где-то на личной площадке, она бы кричала, мяукала бы. Даже если бы кто-нибудь домой забрал, мне кажется, она мяукала бы. Кричала бы, ходила, там, мрала. Она у меня очень разговорчивая девочка. Ну, это первый раз просто такое, что она просто уснула где-то. У меня настолько сейчас тиски были внутри, вот здесь зажаты, вот так, что она так медленно отпускает, даже не отпускает, вот так вот. Это ужасно. Это ужасно. Я говорю, мама, просто привяжи ее куда-нибудь, чтобы она меня дождалась. Там вдруг убежит куда-нибудь. Она и не знала, как мы переживаем тут. Сучка маленькая. Ой, это кошмар какой-то. Ужас, ужас. Вся жизнь перед глазами. Ладно. Нашлась и хорошо. День рождения удался. Фу, крошки, все, пока прийти в себя не хочу, блин, не могу. Зашла в Леруа, искала вот эту штуку, короче, на 120. Их, кажется, 120 не бывает. Ну, или, может быть, где-то, если искать, там, короче, переходник этот. Вот, нормально меня видно. Потяни какая-то. О, вот так вот. И чем скорее я бежала себя порадовать, потому что у меня когда стресс, я не знаю, как у вас, но мне хочется сладкое. Причем что-нибудь не просто сладкое, мне хочется мороженого моего любимого, да. Или вот, например, сейчас, наконец-таки, мне стали делать идеальный в Старбаксе фрапучино. До этого я брала я его шоколадный, я не знаю, как я его раньше пила, он очень шоколадный, очень сладкий. Его в прошлый раз выбросила. А в этот раз мне сделали, короче, классический фрапучино, заказывайте, да. Я беру на соевом молоке и с добавлением вот этого шоколада, тертого, короче, с кусочками шоколада, вот. И все, и прошу, чтобы мне больше ничего не добавляли, никаких сиропов, никаких дополнительных сладюшек, ничего. Он сладкий и так, но он хоть не такой придерно сладкий. И вот сейчас я пью и потихоньку прихожу в себя. Я, конечно, в шоке сегодня пребывала. Я вообще думала не снимать это видео. Думаю, блин, меня все захейтят, если она пропала. Скажут, вот ты, короче, там не следила за кошкой, еще что-то. Ну, короче, мне казалось, что меня не простит никто за то, что я ее потеряла. И я не хотела снимать и думаю, блин, найду и все такое. Но я чувствовала, блин, что я ее найду. Ну, в любом случае, короче, в любом случае я уже не могла держать. Короче, час вот я продержалась и вот через час начала снимать видео. Просто какой-то трэш. Ну, потому что это было бы сложно мне скрывать. У меня весь мой день рождения праздник, который я пытаюсь... Видите, я думаю об этом, мне глаза пятна врачи со слезами. Весь мой день рождения праздника, мне летят поздравления, там все такое просто. Я чернее тучи, мне праздник не праздник, мне вообще не до праздника. Какой в жопу праздник, мне нахер не нужен этот праздник. Я, знаете, я уже думаю, блин, это будет самый просто ужасный день в моей жизни. Ну, слава богу, все обошлось. Я просто очень медленно отхожу, я не знаю, у меня не вот так вот, знаете. У меня как бы вроде камень, ну, у меня прям злость какая-то внутри. Мне прям хочется прийти домой сейчас, верно, ругать. Мама говорит, что ну что-то какая-то напуганная, что ли, вышла, вылезла. Вылезла, а у нас же рабочие все это время работают. Я говорю, может, там они что-нибудь сверлили, ну, испугалась там, то, сё. Она, говорит, на руки ее взяла, кушать, не кушать, а она, говорит, спряталась куда-то там среди вещей и не вылазит. Я говорю, ну, сейчас я приеду. Взяла, в общем, этот переходник с клапаном. Сейчас поеду домой, хоть ее пообнимаю, а то я не могу вообще дел делать. Я ни за продуктами не поехала, ни в солярий не поехала, собиралась. Я и на рынок не поехала, я побежала ее искать. Просто я уже поняла, что я не могу уехать делать дела, пока я все не сделаю, что от меня возможно. У меня еще ухо, я про ухо даже свое забыла. У меня вот это ухо, девчонки, все нормально, клево, короче, там вообще, да. А вот это, короче, вздулось. Я на нем спать сегодня, ну, тяжело мне было. Но оно вздутое, вот если вы заметите, да. Вот оно какое-то плотненькое, да, такое вот, кругленькое, видите. А вот это нормальное. Ну, как бы, я чувствую, оно болит у меня. Я с Милой, блин, про ухо, про все на свете забыла. А сейчас Мила вернулась. Из-под дивана вылезла, да. И это, и ухо заболело. Не одно, так другое. Ой, хоть улыбаться стала. В общем. Сегодня, надеюсь, кухню сделают. Я вам приготовила отдельные видосы, отдельно с гардеробом, чтобы все подробненько рассказать. Отдельно с кухней. Покажу потом. Вот. Но сегодня мы не будем особо сильно отмечать. Сегодня мы будем вот это прибираться, разбирать, убираться. Но если какие-то события еще будут происходить в этот день, я обязательно вам скажу. Но, надеюсь, я больше стрессовать не буду. А вот с завтрашнего дня уже начнется, слава тебе, Господи, праздник. Я уже представляла, как ко мне придут гости. Все будут говорить, где Мила. А я буду говорить, Мила потерялась, со слезами на глазах. И все такие будут в шоке, и все такие будут в трауре. И просто, ну, вы понимаете? Это просто, просто, просто нереально. Мне до сих пор тяжело дышать. Вот так. Так глубоко. У меня ранила эта кошачина. Фу. Девочки, пришла домой, увидела Милу. Короче, она опять закрылась, забилась. Где-то там внутри. Вот там, среди вещей. Я ее сейчас нашла оттуда, выкопала. Держу. Не могу понять. Ребенок испуганный. Вот так вот, просто. Вот так вот. Смотрит. Вот так вот. Мы не можем понять. Что с ребенком? Может быть, напугали рабочие. Может быть, там, Денька, может, что сделал. Ну, она, как бы, нет, не Деньку боится. Она, короче, я смотрю, я не пойму. А мама сидит напротив, как бы. Я говорю, мам, она говорит, да, Деньку она может боиться. Я говорю, ну, что она его боится. Ну, как бы, не оставляли. Я с Денькой играла. А она на маму смотрит, такая. Она смотрит выше меня. Ну, подожди, ну, дай я скажу, глянь ты, перебивай. А я же не знаю, куда. Я забыла, что у нас там. Ну, я же не знаю, и она на тебя смотрит. Я говорю, мам, так она не на Деньку смотрит. Она такая слезла с меня такая. И вот так вот, раз, и в сторону мамы такая смотрит. Я говорю, так она не на Деньку смотрит. Мама поворачивается, а за нее, короче, шары, девочки. Шары! Она смотрит на шары. Она их, она их испугалась. Так она и пропала, именно тогда она начала кричать, тогда, когда я фоткалась с шарами, и она тогда пропала, после того, как я фоткалась с шарами. Всё, сейчас она спрыгнула, смотрит на эти шары, короче, и просто убежала. И мы такие, шары боится, ё-моё, ребёнок пропал. Ну, короче, она не выходит, она не ест, ни в туалет не ходит, она боится вот этих шариков. Надо куда-то их спрятать тогда, в ванну, может, пока их помочь. У меня батарейка села, на мамин телефон снимаю, вот она. Всё? Мурчит. Шарики убрала, не страшно? Оглядывается, смотрит. Нету? Нету шаров? Успокоилась? Глаза по пять копеек. Пойдём, пройдёмся вместе, нету, я их убрала, спрятала, всё. Никто тебя не будет пугать, моя девочка. Нету, посмотри, нигде нет шариков. Нету? Нету, и тут нет, смотри. Нету. Мама всё спрятала. Шаров, оказывается, она испугалась. Кого? Шариков воздушных. Шариков? И испугалась и убежала, да. Вот ищет теперь их. В натуре нет? Нету. Всё, Кись, пойдёшь? Ну, бойся, смотри. Ну, чё, всё, не убегаешь? Спать? Ложись. Испуганный ребёнок. Ну, всё, убрала шары, не бойся, всё, не бойся. Мама. Мама. Мамуля. Мама, знаешь, как тут стрессовала, тебя не было? Знаешь? Даже наругать тебя не могу. Так люблю тебя. Фух. Ну что, мое хорошее время сейчас. Час ночи. Час ночи, девочки. Обалдеть. Короче, рабочие только ушли. Буквально полчаса назад. Мы тут немножко пыль вытираем. Там, пылесосили. Домываем полы. Мама домывает, я пылесосила. Вот. Короче, я голодная, хочу есть. У меня пакеты не распакованы сейчас, потому что я буду на второй канал снимать то, что я купила на день рождения, что мы будем тут готовить. И такой будет небольшой стол, просто покажу. Вот. Это на втором канале, ссылка на него под видео. Вот. И чё. Ну, вот так прошёл мой день. Вот хоть успела под конец вечера купить маме цветы, потому что вообще закрутилась, завертелась. И прям... Это же мамин праздник тоже. Она меня родила в этот день. А я родила Деньку, потому что меня родила мама. Корни от неё все. Поэтому это всегда большая благодарность. И я считаю, что мой день рождения, это её день рождения тоже. Вот. Всё. Сейчас мы уже ложимся спать, кушаем, ложимся спать. Мне ещё с видосами надо чуть-чуть поработать. И просто устали невероятно. Завтра с утра ещё придёт рабочий работать. Они ещё не доделали. И кое-что один из них вернётся доделать. И уже, наверное, к пяти часам буду я звать всех, потому что чуть-чуть надо ещё вещи всё-таки раскидать. Ничего не успели сделать. Вот. Ну, в общем, День рождения, как я буду отмечать, два дня День рождения. Завтра и послезавтра. Завтра с родственниками, послезавтра с подругами. Я это тоже в один день, в один, точнее, в один влог всё помещу. Вот. А на сегодня, наверное, я с вами буду прощаться. Вот такой был суматошный день. Потеряла Милку свою и нашла. Вот. Короче. Правда. День вроде небольшой, но событий столько было. И стресса, и радости. Всё в раз. Так что этот день рождения, уже вот именно сам день моего рождения, запомнится очень надолго. Я думаю, вам тоже. Всё, мои хорошие. Вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok